Здравствуйте! С вами программа «День города» и Марина Романюк. Смотрите в выпуске. Кузнецы для СВО. Рязанские ремесленники продолжают помогать бойцам. Голос за город. Стартовало онлайн-голосование формирования комфортной городской среды. Будьте бдительны, случаев мошенничества меньше не становится. Рязанцы могут выбрать общественные пространства, которые благоустроят в 2025 году. С 15 по 30 апреля проходит онлайн-голосование по проекту формирования комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда», принятого по решению президента. Всего в регионе на выбор предоставлено 71 общественное пространство в 19 муниципальных образованиях. Каждый житель старше 14 лет может выбрать одну территорию для благоустройства или дизайн-проект. Проголосовать можно через платформу госуслуги. Проекты, набравшие наибольшее количество голосов, будут реализованы уже в следующем году. В среду 17 апреля на Комитете по соц. вопросам стало известно, когда пройдет День города в 2024 году. Как сообщила начальник Управления культуры Надежда Майорова, в 2024 году праздник состоится 24 августа, так как в это время все вернутся с летнего отдыха. Кроме того, День города не будут объединять с Днем ВДВ и форумом древних городов. Его планируют провести в сентябре. Окончательное решение примут на заседание Рязанской городской думы 25 апреля. В старой кузне нашим бойцам помогают с начала специальной военной операции. Вадим Дыкин вместе с волонтерами изготавливает блиндажные печи и обмундирование. Собирают для солдат гуманитарную помощь. В ответ с передовой приходят благодарственные письма и запросы на новую партию кузнечных изделий. В этой кузне работают на передовую практически с первых дней специальной военной операции. Буржуйки из профильных труб, горизонтальные блиндажные печки из газовых баллонов. За все время на передовую кузнецы отправили более трех тысяч таких вот изделий. При этом в кузнице разрабатывают и обмундирование. Саперная кошка, обычная самая, на нее идет утяжелитель. Это опять же сборочно со всех фронтов, ребята бывают со всех направлений. Ну и вот совместными усилиями, для чего он нужен утяжелитель, слово говорит само за себя, для утяжеления. Ее можно дальше кидать и жесткость, если тяжелая мина, тяжелый груз. Ну, мина она и без этого снимет, но тяжелый груз она всегда берет. Саперная говорит само за себя. Далее, кошка-травинка, опять же, говорит само за себя. Она бежит по траве, снимает растяжки, мины, мелкие. То есть, ребята, когда идут по траве, кидают впереди себя. В какой-то мере это обеспечивает безопасность. А вот эта кошка позволяет вытащить раненого с поля боя. Ее отличие от других таких же крюков в загибах на цепляющих элементах. Благодаря им, кошка зацепит раненого солдата именно за экипировку, не повредив частей тела. Такая большая кошка подходит для транспортировки грузов. Ее используют на фронте, когда подойти к тяжелому предмету нельзя по тем или иным причинам, рассказывает кузнец. Кстати, все чертежи изделий Вадим Дыкин делает, исходя из потребностей передовой и с учетом практики. С бойцами в кузнице постоянно на связи. О том, есть ли какие-то недочеты, которые стоит устранить в следующей партии, узнают напрямую. Кстати, есть и разработки для поражения вражеских дронов. По запросам ребят я не скажу, что с кем-то конкретно мы сели, это и разработали. Здесь Луганск, здесь Бахмут, здесь Херсон. То есть здесь с утра до ночи, как всегда, бывают ребята оттуда. И вот вместе разрабатывали, отправляли на пробы. Ну, что сказать, на хорошей высоте дает маленький зонтик. Зонтик – это разброс дроби, что дает поражение лопастей дрона. Вот, уже ребята начали этим работать. Работают здесь и для военных учебных центров. Например, это насадка для гранаты, чтобы избежать самоподрыва. Тысячу новых изделий уже отправили в зону специальной военной операции. Сейчас работают над новой партией. Правда, постоянных волонтеров в кузне всего пять. Да и вообще в добровольческом деле лишних рук не бывает, рассказывает Вадим Дыкин. Ребята, и так они у нас, ну, там, скажем так, они обеспечены. Но сейчас вот боевые действия, постоянные передислокации. Вот, постоянно что-то нужно, 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 и тут должны успевать мы. Не только мы должны успевать, я вот так лично, мое мнение. Каждый человек в России, каждый хоть чем-то, как-то, ну, тогда победа будет гораздо быстрее. В кузню можно принести гуманитарную помощь. Сухпаки, медикаменты, маскировочные сети и одежда. Такие грузы отправляют вместе с печками и обмундированием. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». В Москве начала работать главная выставка нефтегазовой отрасли. Группа компаний «Резур» приняла участие в мероприятии со стендом оборудования и технологии для нефтегазового комплекса. Подробности в нашем следующем материале. Международная выставка «Нефтегаз» объединяет мировых производителей в области энергетики. Это 12 стран, более 700 компаний. «Резур» среди них. Вся работа на стенде проходит в дружеской и партнерской атмосфере под ритмы живой музыки. На стенде «Резур» транслируется информация о самой компании и ее продуктах. Выставка «Нефтегаз» проходит один раз в год. Это уникальная возможность посетить данное мероприятие. На выставку приезжает очень много специалистов, как снабженцев, так и технических работников, а также с проектных организаций. С людьми можно пообщаться на предмет нашей номенклатуры, а также получить обратную связь о наших приборах. На выставке также представлено оборудование промышленного обогрева, в том числе предизолированные импульсные трубки и пучки трубок «Резурпак». И, конечно, новинки – уровни меры радарного, рефлексорадарного и буйкового типа, ротаметры «Резур РПС» и расширенная линейка фитингов «Резурлок». Наша компания широко представлена в нефтегазовой отрасли, известна, узнаваема и постоянно развивается. Наши заказчики всегда получают объективные ответы на интересующие вопросы. Мы осуществляем проектирование, разработку и изготовление приборов для нефтегазовой промышленности на протяжении более 25 лет. Всегда рады быть полезными для наших партнеров. В этот раз на выставке для проведения переговоров есть целых три локации. Сотрудники компании проводят встречи как с действующими партнерами, так и с потенциальными. А еще здесь показывают эксклюзивные презентации своих разработок. Более ста встреч ежедневно и порядка двух тысяч посетителей ежегодно бывают на стенде компании «Резур». Кстати, компания имеет международный статус и подписывает партнерские соглашения с представителями компаний Ирана, Индии и Китая. Кристина Бочкарева, телекомпания «Город». Сотрудники полиции задержали сразу несколько злоумышленников, которых подозревают в пособничестве дистанционным мошенникам. Новость об этом региональная ОМВД опубликовала в этом месяце. Суммарно обмануто 30 пенсионеров на почти 2,5 миллиона рублей. Начнем с недавних случаев. Это сразу два обращения в полицию. Об обратившихся рязанцы 92 и 95 лет. Обоим в разное время позвонили якобы оперативники. Говорили, что родственник каждого из пенсионеров попал в беду. Дальше по схеме, чтобы к уголовной ответственности не привлекли, мошенники потребовали передать им денег через курьера. Пенсионерка передала 150 тысяч, пенсионер 258. Следователи регионального отдела ОМВД возбудили уголовное дело по факту мошеннических действий. Максимальное наказание до 6 лет лишения свободы. В ходе расследования полицейские опросили потерпевших и выяснили, что в том и другом случае курьером выступил один и тот же человек. Оперативники получили описание внешности этого мужчины. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские выяснили, что это 19-летний житель столичного региона. Сотрудники полиции выехали в Московскую область, разыскали этого человека и установили, что он причастен к хищению денег у рязанских пенсионеров. Злоумышленника задержали. Уже после полицейские выяснили, что злоумышленник причастен к еще одному мошенничеству на сумму 173 тысячи рублей. Суммарно это уже 581 тысяча. В настоящий момент проводится расследование. Как и во втором случае, где курьер причастен к хищению сбережений аж у 10 пенсионеров, сообщают в полиции. Схема та же. Родственник попал в беду. Так, один пенсионер отдал последние 200 тысяч за спасение такого родственника. Другая 100 тысяч. Суммарно у 10 пенсионеров похищен 1 миллион 810 тысяч рублей. Курьера, который эти деньги забирал, задержали в Туле. По предварительной информации, уроженец республики Бурятия уехал в Москву на заработки. В столице он откликнулся на предложение по подработке курьером. От куратора мужчина получил задание приехать в Рязань и собрать у обманутых граждан деньги. Чтобы не показываться потерпевшим лично, он нанял людей, которые доставили ему пакеты с деньгами, не догадываясь о содержимом. После выполнения задания мужчина перечислил полученные средства в зарубежный колл-центр, но указанный куратором счет, оставив себе определенный процент. Далее он отправился в Тулу, чтобы заполучить сбережения местных обманутых пенсионеров, но не успел выполнить задание, поскольку противоправную деятельность пресекли рязанские оперативники. В МВД рекомендуют рассказать о таких случаях мошенничества пожилым родственникам и проверять информацию, полученную от незнакомцев, чтобы не стать жертвой мошенничества. В Ряжске задержали нетрезвого водителя. Он, что называется, собрал комбо, сел за транспортное средство пьяным, да притом без прав. А в госавтоинспекции говорят, подобные случаи далеко не в первый раз. Если верить статистическим таблицам, из интернета, то 0,750 промилле – это минимум литр пива. Конечно, что именно употреблял водитель – неизвестно, а ему самому рассказывать об этом полицейским не хотелось. А вот что хотелось, так это сесть за мопед, да поездить по одному Ряжску. За любимым делом инспекторы мужчину и задержали. В городе Ряжск, Рязанской области, 11 апреля, сотрудники госавтоинспекции остановили мопед под управлением 31-летнего водителя, у которого не было права управления транспортными средствами, а также от него исходил запах алкоголя. Инспекторы отстранили мужчину от управления транспортным средством и предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения. С результатом освидетельствования водитель согласился. Прибор показал 0,750 мг на литр. В отношении мужчины составлен административный протокол по части 3 статьи 12.8 Кодекса об административных правонарушениях. Суд церемониться не стал. Наказание – административный арест на 10 суток. Мопед в это время дожидался хозяина на спецстоянке. В целом, статистика с начала года неутешительная, говорят в госавтоинспекции. С января по начало апреля больше 350 водителей сели за руль своего транспортного средства пьяными. Еще почти 200 человек освидетельствования проходить отказались. Кстати, это тоже карается законом. Госавтоинспекция Рязанской области напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрен административный штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок до двух лет. За отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения также предусмотрен административный штраф в 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок до двух лет. С начала года повторно сели за руль нетрезвыми 66 человек. Наказание в этом случае жестче. Штраф до 300 тысяч рублей, лишение водительских прав на три года, в отдельных случаях – лишение свободы на два года. В ближайшие дни в регионе будут дождливыми, при этом воздух прогреется до 20 градусов. Об этом сообщила региональная ГУ МЧС. До самых выходных в области будет облачно с прояснениями. Ночами ожидаются дожди, местами ливневые. Возможно образование тумана. Днем в четверг и пятницу также дождь, местами сильный. В отдельных районах гроза. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Днем 6-11 метров в секунду. Местами порывистый – 11-16 метров в секунду. Температура воздуха по региону ночью от плюс 3 до плюс 8 градусов. Днем от плюс 15 до плюс 20 градусов. Синопсики уточняют, что непогода сохранится до конца суток 17 апреля, ночью и утром 18 апреля. На этом у меня все новости к настоящему часу. С вами была Марина Романюк. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова